Это звание учреждено в целях признания, удающихся закону и достижения граждан, принявших значительный вклад в развитие производства, науки, образования, культуры, проявивших личное мужество и героизм при исполнении конституционного или гражданского договора по защите отечества, защите прав и свободу человека. Звание об отчетных гражданин города Булахова присваивается решением Совета Муниципального образования города Булахова персонально, пожизненно и не может быть отпуском. 5 апреля 2023 года в Совет города Булахова поступило в Харатайство председателя Совета отделения Российского исторического общества в Саратовской области от присвоения звания по защите гражданин города Булахова Марина Ивана Васильевича первому городскому старости города Булахова по свете. Я хотел бы напомнить вам как депутатом городского совета, что 110 лет назад, 16 июня, по старности и 29-го июня по новому стилю, 110 лет назад, прошло первое заседание первой городской власти. В 2011 году, напомню, село Булахова было преобразованным городом Булахова, за это Булахова соборося в течение не полувека. Вот, кто все-таки удалось добиться того, чтобы Сеул, который с миллионными оборотами, начиная с Витина 19 века, прославился на общую Россию, все-таки был преобразован в город. В первую городскую область, как раз 110 лет назад, еще раз напоминаю, 16 июня по старому стилю, по-моему, 25 июня. Поэтому вот у нас сегодня мы практически надмечаем еще и 110 веке городской власти. Мамин действительно был уважаемым человеком. Вот, например, отрывок из публикации «Орадский историк» от 7 мая 1913 года. Оказывается, был век из дотовок. Алиси Михайлович Майзев, знаменитый наш храмосоздатель, да, вот храм, который строится такой историк, и вот Иван Васильевич Мамин. Ну, Алиси Михайлович отказался, а вот предложение Ивана Васильевича. У него проголосовали единогласы. Результатом было единогласное избрание Мамин, написал корреспондент СССР. «Несомненно, выбором этих будут довольны все избирательства. Для первого городского старта лучшее труды было найти, так как очевидно, что человек в положении Мамин берет на себя тяжелую обязанность исключительно для желания принести пользу делу». Ну, и там еще, как бы, добавление к тому, что, вот, в сюжете, мыло, ну, у вас там материал. Он, в конце концов, нам казался проджалований о том, которые мы предусмотрим, так что-то предприятие было. Во время первого города войны производил, ну, для бомбоматов, как мы говорили, бомбомерных снарядов, или, так, бомбочки, да, корпуса. Вот. Кроме того, он свои средства открыл в женскую гимназию головой и задал до революции 17-го года. Так что человек достойный того, чтобы о нем мы помнили, и Балаковцы помнили, вот. Ну, и еще просто пару слов о том, что они в Мамином были одними из первых в России, которые стали производить именно свои нефтяные. Вот. И до этого все нефтяные двигатели, как основных, оккупали за рубежом, а братья Мамины, в том числе, потом, в последствии, и Федор Азану Женкинов стали производить здесь, на Балаковской земле, именно первые русские двигатели, наши уборки, наши конструкции.